всем привет с вами готовить вкусно легко и классно сегодня готовлю рыбу в слоеном тесте что мне для этого понадобится беру вот такую вот рыбу лакс филе рыбы лакс буду брать рикотту шпинат у меня замороженный шпинат но можно взять и свежий соль перец слоеное тесто готовое зеленый лучок и небольшой пучок укропчика кому интересно присоединяйтесь начинаю я с рыбы если на вашей рыбе была кожа то ее нужно срезать я срезала свою кожу с рыбы теперь я делаю такие небольшие надрезы ки с двух сторон для того чтобы наша рыба хорошо просолилась теперь мы нашу рыбку посолим по вкусу и поперчим делаем все на свой вкус кому как нравится с обоих сторон переворачиваем теперь с этой стороны солим и перчим и так посолили поперчили отставляем нашу рыбу в сторонку и даем ей постоять дальше беру чашечку с шпинатом перчу и немножечко солю я нарезала свою зелень вот так вот не очень крупно и не очень мелко а теперь сюда буду добавлять рикотту просто буду все смешивать рикотту и смешаем и так я все подготовила рыба у меня поперчена посолена она просто настаивается рикотта смешана с зеленью шпинат подтаял это же немножечко просолился теперь мы можем приступать к сборке нашего пирожка свое слоеное тесто я уже раскрыла заранее его из холодильника вытаскивать не нужно минут за 10 до того как вы начнете с ним работать чтобы она немножечко отошло свой лакса я расположила на тесте так чтобы еще оставались свободные края я буду выкладывать на рыбу нашу рикотту и ее распределять по всей рыбе рикотту мы распределили по всей рыбе равномерно теперь начинаем выкладывать шпинат тоже распределяем по всей рыбке равномерно и так весь свой свой шпинат я расположила по всей поверхности рыбки что делаю дальше делаю такие вот небольшие надрезы с двух сторон сейчас скажу для чего буду заворачивать вот такие вот надрезы подогнула две боковинки теперь буду подгибать широкие боковинки моё тесто уже немножечко перележала и так я накрыла по бокам вернее сказать подняла борта если у вас остаются вот такие вот треугольнички лишние их можно либо срезать либо просто подогнуть вниз вот таким вот образом тут есть тоже подогнула вниз я их не срезала тесто слоеное она вкусная поэтому срезать его было бы жалко и так что делаю дальше я свой пирог переместила уже для выпекания на вот такую вот решетку дальше беру второй лист слоеного теста и вымеряем хотя бы примерно сколько тесто мне нужно отрезать для того чтобы накрыть свой пирог нам понадобится где-то примерно вот столько теста в своем тесте слоеном тесте я сделала небольшие прорези просто для украшения и теперь просто аккуратно накрываю свой пирог чуточку что-то я не очень угадала с размером можно было в чуть-чуть его сделать пошире но я думаю и так хорошо и все в таком виде можно отправлять его в духовку в разогретую до 180 градусов духовку ребята мой пирог испекся только что я его вытащила из духовки сейчас покажу поближе как он выглядит вот так надеюсь видно ровно 35 минут он у меня сидел в духовке ровно 35 минут сейчас я дам немножечко остыть ребята мой пирог остыл сейчас я его разрежу и покажу вам как он выглядит внутри ребята вот так вот он выглядит в разрезе хочу показать вам какой он сочный рикота сделала рыбу очень очень сочный сейчас покажу вам как он выглядит снизу вот так вот выглядит снизу наши треугольники которые мы подвернули вот такая вот вкусняшка переложу в блюдо да еще ребята я забыла вам сказать что вверх я смазала яйцом как вы видите вверх получился такой красивый это потому что яйцом его смазала вот такая вот вкусняшка сегодня у меня на ужин кому понравился мой рецепт ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео жмите на колокольчик а я с вами на этом прощаюсь желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч друзья